От здания правительства до Самара-арены. Тех, кто возводил и возводит знаковые для региона объекты, отметили накануне Дня строителя. Церемония награждения прошла на самом космическом стадионе страны. О лучших строителях прошлого, настоящего и будущего Самарской области в сюжете Анны Ивахиной. Алексей Анатольевич Соколов рассматривает чашу Самара-арены с профессиональным интересом. Он строитель с 15-летним стажем. Но на стадионе чемпионата оказался впервые, хотя к организации мирового футбольного первенства имеет непосредственное отношение. Он возводил ту самую новую линию от улицы Ташкентской, по которой трамваи доставляли фанатов на матчи Мундиаля. Я бригадир был непосредственно всей комплексной бригады. И мы с нуля начинали с земли, с грунта, и укладкой непосредственно рельсы шпальной решетки. До последнего рихтовали, доводили до ума рельсы шпальной решетки, чтобы комфортные люди могли доехать и безопасно соответственно. Он также строил станции метро Российскую и Алабинскую. Многолетний добросовестный труд Алексея Соколова отметили на высоком уровне почетной грамотой губернатора Самарской области. Что символично, церемония награждения в канун профессионального праздника состоялась на Самаро-арене. Пожалуй, самым знаковым объекте строительства в новейшей истории региона. На сцену поднимались и те, кто возводил Самару в века 20-го. В этом году 75 лет со дня основания исполнится тресту номер 11. На счету его тружеников сотни школ, детских садов, вузов. Мы построили здание правительства, филармонию, здание музея Петра Владимировича Алабина, областную клиническую больницу, госпиталь, ну и сотни других объектов. В 2017 году в Самарской области ввели в эксплуатацию 1 миллион 800 тысяч квадратных метров жилья. Мы – третий в ПФО по темпам строительства. Но задачи, поставленные президентом в послании, обязывают эти темпы наращивать. Глава региона Дмитрий Азаров обозначил конкретные цифры – 2 миллиона 700 тысяч квадратных метров ежегодно. При этом важно сохранить тот самый знак качества всех самарских работников отрасли, когда строишь так, как для себя. Одна из животрепещущих тем – помощь обманутым дольщикам. Сейчас в перечне проблемных объектов 38 домов. Почти 3500 человек пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Уже в этом году 1100 из них получат ключи от долгожданных квартир. Задача – полностью решить вопрос долгостроев через три года. Анна Ивахина, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова